Об Иисусе Христе. Сенсационной она стала, потому что она разрушает традиционный образ Иисуса, но, впрочем, как сама Юлия Латвинина, простите, что за вас сейчас я говорю эти слова, как сам автор отмечает образ, ею раскрываемый, тоже традиционный в некоторой мере для научного консенсуса, потому что сейчас наиболее популярен взгляд на Иисуса как на апокалиптического проповедника, то есть на человека, возвещавшего скорое наступление Божественного Царства, и поэтому наступает радикально в своих суждениях. Но Юлия Латвинина с радикальной остротой показывает, что движение Иисуса было к тому же воинственным, соотносит его с зелотами, сикариями, воинственными, агрессивными антиримскими группировками в Иудее I века, и показывает, что Иисус со своими учениками захватил храм. И кроме того, еще одно важное направление в ее книге, она связывает движение Иисуса с ранней мистической формой иудаизма, с той концепцией, которая на вслед за исследователями называет иихвизмом, говорит о том, что движение Иисуса было связано с идеей, возможностью видеть Бога. Вот эти все комбинации этих идей действительно взрывают мозг для человека, который привык к традиционному образу, и мы хотели бы сегодня поговорить о ее книге, о том пути, который проделала Юлия Латынина. Простите, пожалуйста, да, я хотел бы... Можно я сразу уточню несколько вещей, да, потому что за что-то я несу ответственность, за что-то я не несу ответственность. Вот на самом деле вы замечательно изложили текст книги, вы сказали все важные вещи, но я бы хотела несколько точнее расставить акценты, потому что первое действительно о том, что Иисус, месседж Иисуса был весьма воинственный, это абсолютно ни в коем случае не мой копирайт. Я напомню, что первый человек, который об этом заговорил, вернее, первый человек, который об этом заговорил через полторы тысячи лет перерыва, потому что мы не знаем, что об этом говорили римляне, но мы знаем, что некоторые римляне, видимо, это был префект Египта Сосиана и Роклова, называли Иисуса разбойником, то есть так же, как Иосиф Лавин называл тех зелотов и сикариев, которые захватили храм. Но поскольку все это подверглось впоследствии христианской цензуре, то уже только, когда началось просвещение, стали пытаться установить исторического Иисуса. И вот один из первых людей, который сказал, ну, слушайте, ну, смотрите, ну вот в Евангелиях что описано? И в Евангелиях описано, что человек пришел в город, его приветствовали как царя, после этого он устроил погром во храме. Что же это, как ни попытка захватить храм? Его звали Самуэл Римарус, он так испугался того, что написал, что он даже перепугался публиковать свои тексты при жизни, и впоследствии опубликовал Лессинг. Соответственно, Римарус жил в середине XVIII века, был, кстати, член Императорской академии наук. Много было подобных текстов даже в XX веке, и действительно, эта точка зрения стала достаточно общепринятой после того, как вышло несколько книг протестантского священника, Самуэла Брэндона, лучший из них называется «Иисус и зелоты», ну, там какая-то самая фундаментальная, в которой, опять же, говорится не просто о воинственном характере месседжа Иисуса, а о том, что предпринимались соответствующие боевые действия. Но при этом для большинства, и это сейчас действительно даже изучается в протестантских семинариях, но при этом обычно говорится о том, что вот была какая-то гигантская секта зелотов или было множество разных сект, вот как в революции в России в XIX веке самозарождались революционеры, вот типа было множество разных сект, и одна из них была секта, которую возглавлял Иисус. И это противоречит некоторым вещам, которые мы видим, но, например, из них самое тривиальное заключается в том, что вот христианство стало победившей религией, что христианство, очевидно, имело некое очень большое влияние, некий очень большой задел, чтобы в конце концов победить. Это плохо совмещается с идеей того, что был вот такой вот маленький ручеёк, который только потом разлился в гигантскую реку. Есть несколько очевидных вещей, но, например, связанных с преследованиями христиан в Римской империи. Ну, с какой стати римляне преследовали вот именно тех, кто верил в Иисуса, и не преследовали при этом зелотов, которые существовали в то же время и были, казалось бы, гораздо более большими и гораздо более воинственными. И одна из вещей, которую я пытаюсь доказать, которые не так часто говорятся, хотя их тоже иногда говорят, но значительно реже говорят, например, Роберт Эземан их говорит, что, собственно, движение Иисуса и было движение зелотов. Бесспорно, оно распадалось на некие фракции, но, в принципе, это была могучая тоталитарная секта, которая, конечно, была потом переосмыслена, когда она потерпела поражение. И одна из вещей, которая является самой сомнительной, вместе с тем, на мой взгляд, самой важной, и которой я почти, кстати, не касалась в книге, именно потому, что для её доказательства нужны более сомнительные, более тонкие источники, которыми надо оперировать с большой аккуратностью. Это, конечно, моё убеждение о том, что это движение началось гораздо раньше, не гораздо, но раньше рождения Иисуса, что оно началось приблизительно в 60-х годах, когда римляне захватили храмы до нашей эры и покончили с независимостью Иудеи, что во главе этой секты сменился целый ряд мессий из рода Давидова, и что Иисус был одним из них, конечно, наиболее, видимо, заметным и оставшимся в памяти, и что, ещё раз повторяю, здесь мы имеем достаточно мало доказательств, но, например, одним из тех, которые можно поговорить и которые можно вспомнить, это постоянно Талмуд, когда упоминает об Иисусе, он почему-то всегда считает, что тот жил во времена раби Семёна бен Шитаха или раби Хошоа бен Пирахии, то есть в первом веке до нашей эры. Очевидно, что если речь идёт о... Очевидно, учитывая, что Талмуд прекрасно знает, когда жил исторический Иисус, речь идёт о каком-то предшественнике. Есть также книжка, которой надо использоваться с очень большой осторожностью, ну, то есть просто вот это очень токсичный источник, который только в последнее время стали принимать всерьёз и серьёзно исследовать. Это текст, который называется «Талидот Ешу». Это такой народный еврейский роман о приключениях колдуна Иисуса. Он существует в нескольких вариантах. Вот один из этих вариантов, один из вариантов в «Талидот Ешу» утверждает... Такую следующую фантастическую нам историю рассказывает. Он говорит, что был человек, которого звали Иосиф, а этот человек происходил из рода Давидова. Этот человек жил во времена Семёна бен Шитаха, то есть, опять же, это 60-е и 70-е годы до нашей эры, времена целицы Александры. И этот человек... У него был сын, который входил в Синедрион, который был известным рабе, которого как раз звали Иисус, Иосифа, Иешуа. И этот человек... И когда Иисус поссорился с Симёном бен Шитахом, вдруг Симён бен Шитах сказал, что, вы знаете, вот 30 лет назад мне рассказал его отец, что, оказывается, Иисус незаконнорожденный бастард, и он происходит от какого-то соседа пантеры, который с моря нехорошо поступил. А самого Иосифа к этому моменту не было в живых. То есть, я немножко вольно пересказываю историю, которую в данном случае нам рассказывает Талидот Иешу. Но из неё так складывается такая странная история. Вот был человек, он считался сыном Иосифа. Более того, этот Иосиф считалось, происходит из рода Давидова. В тот момент, когда он поссорился с официальными представителями Синедриона, причём некоторые варианты Талидот Иешу, специально отмечают, что это произошло из-за того, что он защищал бедных, униженных и оскорблённых. То вдруг Синедрион говорит, слушай, парень, а ты бастард. А надо сказать, что это был достаточно стандартный способ борьбы Синедриона с любыми не устраивающими претендентами на политическую власть. Это был такой чёрный пиар. Потому что, если ты незаконнорожденный, то с точки зрения просто Торы ты вообще не имеешь права нигде и ни в чём участвовать. Ты всё полностью дисквалифицировал. Ты хуже, чем допинг принимал. Вот ещё раз повторяю, это не та история, которой следует доверять безоглядно, но она очень напоминает отзывы какого-то реального происшествия, которое могло случиться и которое могло привести к расколу в среде тогдашних правящих фарисеев, грубо говоря, на фарисеев и на более революционную фракцию, которая продолжала требовать построения Царства Божия и в конце концов и превратилась в то христианство, которое мы знаем. Да, но вот здесь вы поняли вопрос, очень важный критерий достоверности источников. И вообще вот по сказанному вами уже много вопросов накрашивается. Но сначала, Саша, позвоню. Ещё раз, я ни в коем случае... Общий вопрос. Да, ещё раз, ни в коем случае, я не говорю, что то ли, то ли, то ли, что это источник, на который мы можем смело опираться. Но всё-таки я бы заметила... Я бы заметила, да, что... ...оценки отдельных деталей, оценки, как мы можем наделить достоверно от недостоверного. Вот вопрос, который я хотел вам задать, в первую очередь, то есть сам общий, который мы двигаемся дальше, такой. Я говорил о вашей книге своим коллегой и другом учителем, можно сказать, основателем, человеком, открывшим науку, анон-заветеля, русского читателя, Сергеем Лёзовым, который написал учебник в 90-е годы, на эту тему переводил тексты. И он сказал, что у него нет... специально... Он не имеет что-то критического сказать про книгу, потому что для него это интересная литературная фикция, как Ешо Ганозли, или, скажем на еврейский манер, Ешо Ганозли Булгакова, то есть что это литературный образ, сотканный изящно из источников. И в этом смысле он как таковой существует и имеет право на существование, здесь нет повода для оценки и скоров. Для вас это... Для вас это литературный персонаж или историческая реконструкция, или совмещение того и другого? То есть ваш Иисус – это персонаж или историческая личность? Нет, ну слушайте, если бы я писала роман, я бы сказала, что я пишу роман, бесспорно, я пытаюсь заниматься исторической реконструкцией. Я понимаю, что у нас есть большие проблемы с источниками, и, к сожалению, недостоверными источниками является не только Толидот, и, к сожалению, недостоверными источниками в сущности являются и Евангелие. Да, просто они распространялись в другой среде, где к ним привыкли относиться некритически. Но я прекрасно понимаю, что любая попытка реконструировать исторического Иисуса, она очень сильно отвлекается на противостояние людей, которые веруют, а всё-таки большая часть людей, которые занимаются библеистикой, особенно сейчас, это люди, которые веруют. В этом смысле, конечно, в каком-то мере звёздный час библеистики был в начале XX века, когда было очень распространено христианство в обществе, это был важный вопрос, и очень много людей, не верующих или скептически относящихся к этому делу, занимались библеистикой. А сейчас есть определённое давление среды, сейчас вот как с глобальным потеплением. Люди, которые занимаются библеистикой, они заинтересованы в том, чтобы рассказать своей аудитории и аудитории, которую они часто преподают в семинариях, какой был хороший Иисус. Барт, наверное, такой самый влиятельный библиист, он как раз агностик. Простите? Барт Эрман, он же как раз такой... Нет, Барт Эрман, ну не то, что агностик, а на самом деле он себя называет агностиком, он, конечно, на самом деле атеист. Агностик, это, знаете, такой псевдоним для невоинствующего атеиста. Это прекрасно давление, низкое противоположное давление. Да, Барт Эрман очень... Во-первых, он не самый влиятельный, он самый популярный, потому что он действительно совершенно прекрасно пишет, и я его с охотой цитирую, когда я цитирую, но вот как раз Эрман является классическим представителем вот этой истории о том, что вот да, был маленький, был пророк ненависти, но он был маленький, никому неизвестный, он был вот такой вот лузер, которого никто не знал, похоронили его в общей могиле, и только вот потом его учение почему-то стало завоевывать мир и превращаться в гигантскую реку. Вот у меня просто... Это, собственно, еще в XIX веке говорили очень много библеистов, которые заметили, что первоначальный месседж Иисуса был связан с воинствующим миленаризмом, они стали говорить, ну вот смотрите, был апостол Павел, он перевел Иисуса на греческий язык, и он является вторым основателем христианства. И у меня вот просто самый простой вопрос, такой тривиальный. Вообще, мы когда читаем канонические деяния апостолов, у нас возникает впечатление, что христианство распространялось в основном по Римской империи. Собственно, вот в Деянии апостолов, это читается как тогдашний путеводитель по Римской империи, вот с Каринфа в Писидию, в Киликию, в Памфилию, в Тир и так далее. Значит, у нас есть огромное арамейское христианство, арамейско говорящее, которое распространялось в землях за пределами Римской империи, которое распространялось прежде всего в Одессе, которое было связано с именем апостола, который в канонической традиции называется Фома, и считается, что это его личное имя. А на самом деле, как мы знаем из арамейской, из эдесской традиции, это было не так. Имя этого апостола было Иуда, а Фома было прозвище, а Фома, вернее, точнее, Теом, соответственно, это близнец. И этот человек претендовал не то, не больше, не меньше, как на то, чтобы быть духовным близнецом Христа. А, грубо говоря, он был носителем некой протагностической идеологии, которая гласила, что вот есть человеческий сосуд, вот раньше Дух Небесный Христос с Дух Мессии Небесной сошел в человека по имени Иисус, а вот теперь он сошел в человека по имени Иуда, и тот стал духовным близнецом Иисуса. Это даже, наверное, реально, в суде-то Деяния Фомы и их путали между собой. Мы к этому вернемся, если вот это очень интересный момент. Вот хорошо, что вы знаете Деяния Фомы. В Деяниях Фомы действительно есть прекрасная история, когда двое новобрачных, которым Фома должен проповедовать, заходят в брачный чертог. А я напомню, что брачный чертог – это была одна из основных гностических церемоний. И вдруг они видят человека, который там сидит, и они говорят, ну, здравствуй, потому что они думают, что это Иуда Фома. Он говорит, нет, я его духовный брат Иисус. Но я вам должна сказать, что абсолютно те же сцены имеются практически во всех гностических деяниях, потому что в Деяниях Филиппа гностических говорится, что после своей смерти Христос явился апостолом Мариамнии Бартоломея в образе Филиппа, в Деяниях Иоанна. Девушка, которую обратила Иоанн, ее зовут, по-моему, Друзиана, видит во время своего обращения Христа в образе Иоанна. И более того, даже в гностических деяниях Павла и Феклы, но они не совсем гностические, но мы сейчас говорим упрощенно, вот тоже девушка по имени Фекла, которая потом становится апостолом, что совершенно неприемлемо было потом для ортодоксальной церкви, девушки не были апостолами. Так вот, девушка по имени Фекла, когда ее собираются мучить на стадионе и скармливать львам, она оглядывается и видит рядом с собой Иисуса в образе апостола Павла. Это классический гностический троп, когда Христос спускается в данного человека и его наполняет. Но я сейчас вот о чем говорю. Мы вернемся все-таки к апостолу Павле, потому что мы сталкиваемся в данном случае со следующим. Нам рассказывают, что христианство существовало только, определялось только на территории Римской империи. И вдруг мы видим за территорией Римской империи гигантские арамейско-говорящие области христианства. Более того, мы видим, что они изначально имели некоторые гностические черты, потому что, очевидно, если чувак назвал себя Близнецом Иисуса, то это абсолютно гностическая история. И если он это сделал при собственной жизни, то он это сделал в 30-40-х годах очень рано, гораздо раньше, чем сформировалась та церковь, которая впоследствии называла себя кафолической и ортодоксальной. То есть всеобщий... Простите, пожалуйста, что переговорю. Персийское христианство, мне кажется, само его бытие, наверное, сейчас несенсационное. Хотя Перефрикоевич, в начале XX века говорил, какие в Талмуде христиане, в Вавилонском Талмуде, в Персии христиан не было. Но, в принципе, в XXV веке какой-то сирологии достигло больших успехов. То есть кое-что об этом мы знаем. И как раз я тоже жаждал вас спросить, что нам дает это персийское христианство, известное как Церковь Востока, и до сегодня существующая как Сирийская Церковь Востока. Что она дает с точки зрения вашей концепции? Потому что сейчас первые четыре века совершенно поразительные, это церковь. Нет, стоп. Вот как раз, во-первых, это не персийское христианство. Я хочу обратить внимание, что это армейско-говорящее христианство. Я имею в театре, да. Да, территориально оно существовало в разных месопотамских регионах. Это, собственно, не была сама Персия обычно, это была Диабена, Асраена и так далее. Это в том числе была и сама Месопотамия. И, например, сейчас... Это очень хороший вопрос. Почему? Сейчас я сосредоточусь и постараюсь на него ответить, не расплываясь мыслью по древу. Смотрите. Возникает у нас первое вопрос. Значит, первое. Вот мы сейчас все это называем словом христианства. Это, конечно, неправильно. Потому что христианство было греческое слово, и я вообще считаю, что это был римский юридический термин. Что в Новом Завете, напомню, никогда христиане не называются христианами, за исключением трех рас. И, похоже, это слово употребление, которое употребляют их враги. В то время, как во всех ранних деяниях, которые представляют из себя протоколы допроса христиан римлянами, это слово именно употребляется. И, собственно, это первый вопрос, который задается человеку. Ты христианин? Точно так же, как апостолу Павлу, скажем, царь Агрифа говорит, ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином в Новом Завете. То есть, по-видимому, речь идет о римском юридическом термине. Я сейчас бездоказательно, но скажу, что я считаю, что этот юридический термин существовал приблизительно с 1936 года, когда им издан был сенатус консульт против христиан. И, видимо, он был издан именно против христиан. В Новом Завете самоназвания христиан разные, последователи Иисуса. Одно из них – это Назарея. Собственно, это название сохранилось на иврите до сих пор, на црим. Это название сохранилось до сих пор в арабском Назареи. И именно Назареями называли в течение многих следующих веков одну из разновидностей последователей Иисуса, которые при этом соблюдали иудейские законы. А существование Назарея… Можно добавить совершенно гениально вы указали на этот термин, потому что, судя по всему, ранние христиане в Патфе и за территорию Иринской империи тоже назвались этим термином. То есть Бастин Брук переводит надпись зороастрийского жреца, в которой упоминается «кристиян», то есть ромеоязычные христианы с территории Иринской империи. И, по-моему, «насара» или «однокоренное слово», которое обозначает своих парфянских. Да, абсолютно. Это очень точно. Это надпись жреца Картира, который, собственно, истреблял и христиан, и Назареев, и манихеев. Мы точно знаем, что Назареи, точнее различные группы иудействующих христиан, продолжали существовать. Жрец Картир зря хвастается, что он истребил всех. Мы это знаем по некоторым экзотическим текстам, например, текстам, которые мы встречаем уже в X веке в арабском изложении. И, значит, просто один из этих текстов, он очень трогательный, потому что он излагает историю Назарейской общины, историю христианской, будем точно называть историю Назарейской общины с точки зрения тех людей, которые бежали за пределы Римской империи, остались верны иудейскому закону. И этот человек говорит, что Иисус призывал соблюдать иудейские законы, а потом пришёл апостол Павел, он был, сука, агент римлян, он всё изгадил, и он предал нашу веру римлянам и сговорился с ними. А это такие антидеяния апостолов. Но вот вместо того, чтобы цитировать абсолютно экзотические тексты, я лучше процитирую вам текст, который всем хорошо известен, который называется Коран. Дело в том, что у нас есть очень много доказательств того, что те люди, от которых пророк Мухаммед воспринимал своё представление о Христе, это как раз были не просто христиане, а это были именно иудействующие христиане, которые соблюдали иудаизм, вплоть до того, что в Коране есть такие странные рассуждения о том, что после того, как Иисус появился, то одна часть евреев уверовала в него, а другая нет. Согласитесь, это было абсолютно противоположно тому, что говорят представители римской церкви, потому что они всё время ещё не евреев не любили, говорили, что вы не уверовали в Христа. Ну, а возвращаясь к истории о вот этом гигантском рамейско-говорящем крестьянстве, его само существование, оно просто противоречит истории о маленьком ручейке, потому что я приведу ещё один очень простой пример, который называется манихейство. о том, что я думаю, что многие наши слушатели знают, что в середине третьего века жил такой пророк Мани, что он был не то парфянский, не то, значит, персидский, что вот он противопоставлял добро и зло, свет и тьму. И христиане очень не любили манихеев. Римские христиане, они считали их страшными эритиками. Они рассказывали очень смешные истории о том, как произошло манихейство. Вот человек по имени Сократ Схоластик, это один из церковных историков, рассказывал, что, значит, вот это был какой-то раб по имени Куврик, который украл книги какого-то другого еретика, которого звали Будда, принялся колдовать, по ним погиб от вызванного ими духа и так далее, и так далее. Но сейчас, поскольку, по мере того, как мы находим всё больше и больше манихейских книг, то я напомню, что манихейство было одной из самых распространённых религий в мире, то это практически там в VI-VII веке была единственная мировая религия, потому что она исповедовалась реально от Европы до Китая. Так вот, мы с удивлением выясняем, что пророк Мани из кельнского, например, манихейского кодекса, что пророк Мани жил в общине, которая жила где-то в Месопотамии, которая была, с одной стороны, веровала в Иисуса, строго веровала в Иисуса, и пророк Мани, кстати, называл себя потом близнецом Иисуса, вернее, он считал, что у него есть духовный близнец, и этот духовный близнец является Христом, самым апостолом Фома. Так вот, это община строжайше соблюдал иудейский закон. Не ела мясо, не пила вина, не кушала зерна. Одна из реформ Мани заключалась в том, что можно кушать зерно, можно кушать хлеб. Ему сказали, ну ты совсем, значит, огречился, как апостол Павел, ты вот пропал у нас. Эта община ежедневно крестилась, это община так и называется в Кельнском манихейском кодексе баптисты, то есть крестители. А это была община эль-хасаитов. Это еще одно название иудействующих христиан, которых отцы церкви производили от имени якобы их учителя, страшного еретика эль-хасая, и, конечно, это было неправильно, потому что эль-хасай это просто скрытый бог по-арамейски. Это просто община, которая ждала возвращения скрытого бога Иисуса, как сейчас шииты ждут возвращения скрытого имама. Так вот, собственно, реформа, которую произвел Майя, была очень похожа на реформу Павла, и, собственно, именно благодаря этому манихейству имела такой гигантский успех, потому что он тоже, вот эти внутренние жесткие ритуальные запреты, обязательно соблюдать иудейский закон, да еще даже хлеба не есть, и всякое такое, он заменил более духовными практиками, и это не значит, что эль-хасаидские общества, точно так же, как и назарейские общины, перестали существовать. Более того, мы знаем, что одним из мест, где существовали эль-хасаидские общины, была как раз Аравия, и был как раз, вы будете смеяться, город Мекка. И когда мы посмотрим на некоторые практики ислама, например, пятикратное омовение, или там запрет пить вино, мы с удивлением обнаруживаем, что это более аутентичные практики ранних иудействующих миллерийских последователей Иисуса, чем то, что, скажем, одноразовое крещение в римском христианстве. И вот еще раз повторяю, вот вся эта гигантская история забугорная, прозабугорное неримское христианство, которое на самом деле было адсорбировано исламом, в конце концов, она напрочь противоречит истории про маленький ручейок. Да, насчет маленький ручей однозначно противоречит. И вот к этому движению, описанному Ивану, стоит добавить, что ведь и движение, противопоставляющееся манихейству, близкое к римскому христианству, но очень своеобразное при этом, тоже существовало на той же территории, то есть сначала Пальфянского царств, потом территорию Санитского Ирана, потом они стали под Хриппатом, где, собственно, церковь Востока, о которой я сказал, там тоже удивительно прослеживаются черты еврейской традиции. То есть, скажем, там есть понятие шхина. Пишите, есть понятие шхина, которого даже в Танахии нет в еврейской библии, там в переводе про липоминон, облака, которое сошло на Соломонов храм, то есть шхин, да. И оно же есть представители сирийского, месопотамского мистического движения 7-8 веков, Исаака Исфирина, Иосифа Хазаи, Иоанна Дальянского, тоже отдельная проблема в связи с идеей боговидения, которую вы говорите применительно к раннему христианству. И, опять же, если брать... Вы знаете, можно я просто по этому поводу... ...четвертого века, то он, видимо, не знал предвечного бытия сына Божьего, Логоса, в смысле вот Никейской веры. Он на Никейском соборе не знал. Но это не манихейство, то есть это община, восходящая, видимо, к общине Фомы, которая поддерживала, я думаю, во всяком случае, с конца четвертого века контакт с церквами территории Римской империи и переняла на христологию, большое влияние оказал Федор Мусуистийский. Но она своеобразна. Вот изучить... Вы знаете, можно... Я думаю, что гораздо более бы интересно было изучить другое. Дело в том, что когда ислам завоевывал свои гигантские пространства уже в Средней Азии, то он периодически встречался там то с манихеями, то с евреями, то с какими-то разновидностями христианства. И вот не совсем понятно, какие же все-таки именно это были разновидности христианства. Что же касается сирийского христианства уже после четвертого века, то я вынуждена вас разочаровать. А там картина была приблизительно такая. Я напоминаю, что вот как бы центр сирийского христианства это город Эдесса. Это город, который был столицей маленького царства по имени Асраэна, который первоначально в первом веке тяготелось скорее к парфянам, а начиная со времени побед Трояна, оно все больше и больше втягивалось в орбиту Римской империи, пока в 2016 году его не аннексировали предварительно. Ой, простите, в 216-м. Это журналист латынина. В 216-м его не аннексировали предварительно и в 242-м году его аннексировали уже с концами. Вот очень интересно посмотреть, как проявилось, когда появилось римское христианство в Эдессе, мы точно знаем. Оно появилось с именем человека, которого звали Палут. Он был ракоположен епископом Серапионом и он появился туда аккуратно в 2000-м, опять же, в 200-м году. Аккуратненько. При этом, значит, этот бедный Палут застал там просто страшное юридическое гнездо. Он потом плевался. И самое удивительное, что представители этого ортодоксального христианства в Эдессе получили кличку презрительную Палутеане. То есть они были в абсолютном меньшинстве. Конечно, их положение сильно изменилось с пребыва императора Константина, потому что к этому времени Эдесса была уже частью Римской империи. Константин стал строить бюрократическую систему империи, опираясь на христианских епископов, именно из ортодоксальной церкви. Таким епископом был епископ, которого звали Куне Эдесский. И он, конечно, после этого очень взорлил. И к тому моменту, когда империя стала разваливаться, то, конечно, главным человеком, который стал в Эдессе, он пришел к власти в 421 году, по-моему, на этот раз я не сказала 4021, а это радует. Его звали епископ Рабула. И вот со времени Рабулы, который просто был таким великим инквизитором, который просто все зачищал в Эдессе, что шевелится, сирийское христианство все-таки является более или менее ортодоксальным. Но что интересно, что даже жизнь этого страшного человека по имени Рабулы, она демонстрирует, что несмотря на то, что Рабула колебался вместе с линией партии, он был удивительно мерзкий человек, который помимо того, что он боролся огнем и мечом с еретиками, он еще все время менял свои политические взгляды в зависимости от того, что решил очередной Эфесский собор. Вот несмотря на то, что Рабула колебался с линией партии, у него в его прямо в жизни Рабулы, которая написана его апологетом, есть некоторые такие моменты, которые нас заставляют полагать, что Рабула хорошо помнил об истоках иудейского христианства и пытался некоторые его черты примерить на себя, в частности, крайний аскетизм якобы. он запретил мыться в бане, он не ел мяса, и мы вдруг можем вспомнить, что Яков Праведник, физический брат Иисуса, который был главой церкви в течение 30 лет, тоже не мылся и тоже не ел мяса. Но вот еще раз повторяю, что, конечно, с того момента, когда была, с момента, когда появилась Пешита, конечно, мы можем уже вести разговор именно о сирийском, все равно оно было, даже если оно было там монофизическим и так далее, оно было достаточно ортодоксальным. А вот те движения, которые Рабула подавил, это очень интересно, потому что часть из них были чисто гностические движения, достаточно поздние, это были маркиониты, это были последователи, человек, которого звали Бардессан, это был такой местный эдесский аристократ, который жил во II веке, товарищ царя, стрелок из лука великолепный, мистик большой, и это очень интересно, что положение Бардессана, оно было совершенно другое, чем положение христиан в Римской империи, которые преследовали. Там они, значит, где-то прятались по углам, и у них церквей не было, а Бардессан был, как я уже сказала, товарищ царя, и, кстати, очень терпимый человек, очень мистически настроенный. Там были манихеи, о которых мы уже говорили, но там были какие-то другие разновидности христианства, о которых мы вообще очень мало знаем. Например, там была секта, которая называлась Кукиты. Вот когда-нибудь вы о ней такой слыхали, Кукиты? Кукиты. У них был некий пророк Кук, мы не знаем, когда он жил, но, видимо, где-то в 160-х годах, похоже. Но пророк Кук, значит, Кукиты делали примерно следующее. Они были ужасно, у них были ужасные какие-то ритуальные запреты, которые явно напоминали иудейские революционные запреты, потому что им было запрещено дотрагиваться до мертвого тела, они отказывались хоронить своих мертвых, они изгоняли из своих общин всех, кто был с проказой или у кого-то были какие-то повреждения членов. То есть это такие очень явно восходящие к иудаизму штучки. Одновременно Кукиты рассказывали какие-то совершенно гностические невероятные истории о происхождении Иисуса, о том, что вот у него была мама, которая была великая мать, мать жизни, которая спустилась на землю, там осквернилась, с ней осквернились семь девственниц, которые ее сопровождали, которые ее сопровождали, и Иисус пришел на землю, чтобы спасти одну из этих девственниц. Вот такая безумная история, которая тем не менее показывает, как рано гностицизм переплетался с иудаизмом. Экзотическая история. Нет, это очень экзотическая история, она гораздо более экзотическая, чем те Ильхасаиты или те Назареи, о которых мы говорили. Но вот просто, чтобы мы обратили в Киану, посмотрите, мы просто тут говорили совсем немножко о забугорном, заримском христианстве, и мы уже вспомнили о Назареях, об Ильхасаитах, о Кукитах, о Маркианитах, об учениках Бардессана-Бардессанитах, о Манихеях, но мы могли бы еще поговорить о людях, которые назывались ибианим, то есть бедные, которые тоже были одной из разновидностей у действующего христианства. Я хочу добавить, что, конечно, даже еще более сложное, потому что, даже говоря о традиционном христианстве, мы должны все-таки быть два сирийских христианства, одно с центром Веденсии, которое вы описывали, которое находилось под сильным греческим влиянием, вот, по крайней мере, с 4 века. Не-не, оно находилось под сильным греческим влиянием с 4 века, а для нас, конечно, самое интересное арамейско-говорящее эдеское христианство, вернее, не христианство, потому что оно не было христианства. Христианское влияние не противоречило их языку, то есть, и прям в сирии тот же, скажем, выражавший идеи Нигейского собора, который писал по-сирийски, но изначально все же мы должны говорить о двух арамейских христианствах, границей, между которыми, ну, были сначала границы, была граница парфянского царства, то есть, сначала эдеские христиане частью Римской империи, но те, которые были под парфией, изначально, видимо, выжили более-менее в Астон-тубленные. И в том же IV веке, как я упоминал, Афрат не знал про Нигейский собор. И христология была неортодоксальной по-гречески меркам. И вот у этой ветви, которая стала Церковью Востока, и которая до сих пор известна как и Сирийской Церковью Востока, даже осталось почитание имени Божьего Нихве. То есть, есть ликатура, которая, которая символизирует это имя. Есть ряд традиций, которые отсылают к еврейскому враньему глоту. Как я сказал, есть понятие шьяны. То есть, получается даже еще более сложная картина в рамках, так сказать, магистральной церкви, но при этом не римской, с ослабленным греческим влиянием. Есть очень много вещей, достойных рассмотрения. И на самом деле, очень многие рукописи, я занимаюсь как раз мистиками этой церкви VII-VIII века, сотни рукописей не описаны до сих пор. То есть, мы даже про мистическое движение знаем далеко не все, которое там возникло в эпоху арабского заворования, которое имеет гораздо более ранние истоки. И, возможно, имеет смысл эти истоки проследить и к тем традициям, о которых вы говорите. Вот я вас перебью, потому что, на самом деле, да, я вас перебью, потому что, вот вы сейчас говорите об очень поздних вещах, это важные вещи. Да, мы можем говорить о еще более поздних вещах, мы можем говорить о том, что у нас со звуком. Мы можем говорить о том, что те религии, что, скажем, суфийское мистическое движение в исламе, оно не столько восходит к исламу, сколько оно восходит к именно этим восточным гностическим практикам. Мы можем говорить о том, что религии, которые сейчас обычно считаются производными от ислама, друзы, оловиты, даже езиды, это на самом деле типичные модификации гностического христианства в своем раннем, в своем очень позднем каком-то, да, уже там, многократном переосмыслении. Но я бы все-таки хотела вернуться к самым ранним временам, потому что самое интересное всё-таки творилось не в V или VIII веке, а самое интересное, конечно, творилось именно в I веке, когда всё это начало возникать, потому что всё это было, скажем так, совершенно неортодоксальным иудаизмом. Это, и всё это возникало на базе иудаизма, и всё это было совершенно неортодоксальным иудаизмом, вот в Евангелии от Фомы, которую мы тут часто уже цитировали, вернее, не мы часто цитировали, а часто упоминали апостола Фому. Есть очень интересное изречение, которое, очевидно, в отличие от многих других изречений этого Евангелия, действительно восходит к оригиналу, к иудействующим временам. В нем Фома, вернее, Иисус говорит, что если вы не соблюдаете субботы, вы не увидите Отца вашего Небесного. В этом изречении парадоксально две вещи. С одной стороны, да, требуется соблюдение иудейского закона, соблюдение субботы, а с другой стороны, утверждается, что вот если вы это делаете, и вы их поститесь, вы увидите Бога, что является вещью, абсолютно запрещенной ортодоксальным иудаизмом. Бога нельзя увидеть, если ты видишь Бога, ты умираешь. Моисею тому не показали Бога, а показали ему как раз славу Божию, как раз показали ему шхену, строго говоря. И, значит, укрыл его Бог рукой, повернул задом, и после этого лицо Моисея начало сиять. И вот здесь мы приходим к самой интересной истории, к истории, на мой взгляд, собственно, о том, почему христианство, вернее, почему вера Иисуса стала триумфальной, потому что эта история, которая не имела параллелей до этого момента ни в язычестве, ни в ортодоксальном иудаизме, и которая потом была, конечно, в значительной степени запрещена ортодоксальной церковью. Это гностическое представление о том, что люди способны становиться богами, человек способен увидеть Бога и стать Богом, и при этом превратиться в ангела, потерять свои смертные одежды, то есть своё тело, и превратиться в тело ангела и начать сиять. Мы видим это в таких книгах, собственно, первая книга, в которой мы видим это представление, это книга Еноха. И у меня есть сильное подозрение, что, собственно, вот то, что в иудаизме называется книгой Еноха и то, что является практически той книгой, на которую Иисус сам ссылается как священное писание, что это была книга, написанная, продиктованная, вернее, не сама книга, то, что книга Еноха в современном виде состоит из нескольких книг. Ещё есть несколько книг Еноха, которые были написаны позднее. Так вот, та книга, которая называется «Книга стражи», которая была первой книгой Еноха, и отрыв, который мы находим в Кумране, что это была книга, написанная в первом веке, что это была книга, написанная или, точнее, продиктованная человеком, который в христианстве известен как Иоанн Креститель, а в Уэссофлаве известен как пророк-цедок, основатель четвёртой секции. И что именно эта книга была вот таким вот первоучебником и первоисточником мистицизма, который впервые в истории иудаизма обещал павшим в боях за веру не просто физическое воскресение, как было до этого обещано, а именно блаженство на небесах и превращение в ангел. Вот это, опять же, довольно сложная конструкция, которую я попытаюсь доказать во второй моей книге. И ещё раз повторяю, да, эта конструкция уже опирается на достаточно сложное построение. Но сейчас я готова только сказать, что с моей точки зрения вот именно эта мистическая составляющая и привела к тому, что христианство имело себе гигантскую последующую способность к трансформации. Так, а у нас, по-моему, что-то со звуком какой-то полный караул. По connection. А перезвоните ко мне. Ага. А у нас при этом всё движется. Алло. Да, почему-то пропал звук. А когда он пропал? Сейчас были проблемы какие-то. Уже когда вы стали принохом, когда-нибудь радикально всё остановилось. Да, еноха, да. Я, пожалуй, повторю. У нас всё записано. У нас всё записано, но я повторю на без, ладно? Да, да, я бы очень хотел услышать. Да, да. Да, потому что я думаю, что это действительно абсолютно… Вот возвращаясь к первому веку, потому что речь идёт… Для меня самое интересное – это не то, что происходило в пятом или шестом веке. Для меня самое интересное – это то, что происходило в первом веке нашей эры, что происходило с нашей гипотетической миллионаристской сектой, которая уже несколько раз пыталась поднять восстание против римлян, каждый раз терпела неудачу, которая обещала своим последователям физическое воскресение, как обещали иудейские миллионаристы, это физическое воскресение ещё во время восстания Маковеев, и которая должна была объяснить своим последователям, но что же вот как-то не физическое воскресение, не рая Божия на земле. Так вот, у меня есть серьёзное подозрение, что книга, которая называется сейчас «Книга Еноха», или точнее «Книга Стражей», которая является первой из книг, которая содержится в книге Еноха, и которую мы в большом количестве находим в Кумране. Мы вообще в Кумране находим отрывки из целых пяти книг Еноха, при этом мы в Кумране не находим отрывки ни одной книги, которая является книгой, написанной от лица основателя кумранской секты, которая называется праведником, то есть так же, как назывался основатель четвёртой секты. Так вот, у меня есть большое подозрение, что книга Еноха, которая является первой книгой в истории человечества, в которой праведник, в истории иудаизма, будем говорить, в истории иудаизма, в котором праведникам обещается вечная жизнь, а не физическое воскресенье, что она была продиктована человеком, который в христианской традиции известен как Иоанн Креститель. Так, у нас опять проблемы со связью? Ну, у нас опять проблемы со связью. Да, да, пока что слышу, хорошо? Да, на чём вас... А после не вытяжел разговоров про недолгую мистику, да? Да, роутер перегрузился, и, значит, да, так вот, первое, что книга «Стражи» была написана человеком, который назывался в христианской традиции Иоанном Крестителем, и который у Васил Флавия называется «Цадоком, основателем четвёртой секты». И, собственно, книга «Стражи», если мы посмотрим, это, во-первых, книга, на которую Иисус сам ссылается, как на священное писание, а, во-вторых, она содержит абсолютно все те положения, которые потом содержало раннее христианство, часть этих положений потом из раннего христианства ушла. И это действительно первая книга, которая в истории иудаизма обещает не физическое воскресенье, а она обещает вечную жизнь и превращение, точнее, книга «Стражи» этого ещё не обещает, последующие книги «Инопа» обещают праведникам, обещают мученикам, шахидам, что они превратятся на небесах в ангелов и будут сиять. Вот эта история мистическая и, собственно, этот мистический заряд и был то, что позволило христианству впоследствии очень сильно трансформироваться, потому что если бы это было просто революционное движение с серии, ну, знаете, сегодня мы построим, завтра мы построим Царство Божие на земле, то, в общем, оно бы вряд ли пережило, условно говоря, те обещания, которые давал Карл Маркс. И поразительно, что это мистическое обещание в ранних милионарийских текстах и в кумранских текстах. Они очень воинственны, несмотря на то, что это мистицизм, это такой военно-полевой мистицизм, потому что кумранская община – это люди, которые называются ехат вместе буквально потому, что они не просто вместе, они вместе с богами. Они вместе с богами, потому что они могут становиться богами, и лим – это слово постоянно употребляется в кумране, именно в этом значении. Они могут входить в совет богов, они могут сражаться вместе с войском ангелов. И, конечно, мы видим, что в кумране воскресают все те понятия раннего иудаизма, которые были ортодоксальным иудаизмом, которые были реформаторами монотеистическим иудаизмом, истреблены из Торы, потому что вся вещь связанная с небесным войском, с советом богов, они были зачищены, как противоречащие строго монотеистической гипотезе. И получается, что мистика пережила и военный настрой, если вот эту концепцию брать. То есть мистика остается, когда уже миленарийские призывы исчезают. Даже если брать совет богов, то даже у поздних византийских авторов христианских можно, у того же Григория Паламы в XIV веке, у Семёна Нового Богослова, конец 10-го, начало 11-го, можно встретить представление о том, что человек обоживается, соединяется с Богом, и люди становятся богами. То есть даже такая формулировка, которая звучала отчасти дерзко, и в то же время была укорена в христианской традиции. Нет, вот я вас обращаю внимание... Это носило христианство, когда, даже если считать, что всё начиналось с оружия, когда оружие исчезло. Я обращаю ваше внимание на две вещи. Первое, что эта мистика имела действительно чисто военно-полевое происхождение. Это, кстати, очень хорошо видно в разных деяниях апостолов, когда апостолы, именно в носических деяниях, когда апостолы изображаются необыкновенными магами, которые способны воскрешать по 40 человек команду целого корабля, которые способны обрушить словом храм Артемиды, которые, как апостол Филипп, способны в бездну обрушить целый город, который его не послушался. А дальше возникает вопрос, но чужих вешают, чужих распинают. И ответ такой, что они сами этого хотели, потому что они хотели освободиться от этого бренного мира и, наконец, облечься в одежде славы. Так вот, вот это военно-полевое содержание, я обращаю ваше внимание, что оно до сих пор остается очень актуальным, потому что что до сих пор говорят шахидам исламским, что вас там с 37 девственницами. Вот то же самое говорили ассасинам, что рай будет там, а не здесь. Это первое. А второе, конечно, очень интересную вещь вы заметили, что в какой-то момент церковь против всех этих утверждений очень сильно выступала. Ей очень не нравилось, что люди могут превращаться в богов. Ей очень сильно не нравилось, что люди могут постигать бога с помощью гнозиса, что, собственно, гнозис – это и есть постижение бога. Потому что какая что такое краткая формулировка гностицизма? Ну, очень краткая. Это утверждение о том, что если вы познаете бога, вы станете богом. Ты увидел Христа, ты стал Христом. И церкви это страшно не нравилось, потому что она считала, что общаться с богом можно только по специально выделенной линии, через специально выделенного епископа. Но, несмотря на это, церковь постоянно инкорпорировала различные гностические утверждения, и даже можно очень смешанные вещи заметить, что, скажем, еще во II веке ортодоксальная церковь настаивала на том, что будет обязательно физическое воскрешение мертвых. А цитирую, я здесь цитирую, естинный мученик одного из основоположников ортодоксальной церкви, а люди, которые после смерти считают, что их души сразу берутся на небо, они богомерзкие еретики, и наоборот попадут в самый ад. Я цитирую почти дословно. Ну и сейчас только в то же самое утверждается. Но в символе веры говорится о воскресении мертвых. Да, в том-то и дело. Это очень интересно. В символе веры до сих пор говорится о воскресении мертвых. Но тем не менее, если вы сейчас спросите рядового христианина, что у него с душой случится после смерти, то 9 против 10, он вам ответит, я попаду на небо, он вам не ответит, я физически воскресну. Интересно провести вопрос. Да, потому что... Символы веры, пойдут, сочетаются, христианина пишутся. Да, вот несмотря на это, я думаю, что рядовых... И церковь постоянно заимствовала у гностиков те самые вещи, за которых она их потом... За которых она... Ну, понимаете, церковь, она как коммунистическая доктрина, у неё доктрина колебалась всё время вместе с линией партии каждые 50 лет. И тот, кто был ортодоксом, вдруг в какой-то момент оказывался еретиком. Но, конечно, было очень смешно, когда после разграбления готами Рима, когда надо было ответить на вопрос, что же вот, так сказать, так... Когда империя стала христианской, что же плохо? Как же она так стала распадаться на части? Блаженный Августин, который когда-то был манихеем, то есть хорошо знал первоисточники, он написал известный текст о граде небесном, в котором говорилось, что нет, на самом деле всё хорошее будет на небесах. И вот это была такая существенная трансформация ортодоксального христианства, которая вдруг стала немножко забывать о физическом воскресении мёртвых, которое только что, буквально за 20 лет до этого, было в символе веры, в Никейско-Константинопольском. И вдруг, да, стали рассказывать, что да, вот в небесах, и всё это был абсолютный плагиат, конечно, с манихеев, тех самых, которых церковь проклинала. То есть она постоянно проклинала, но постоянно и заимствовала. Ну, на небесах после второго пришествия и после всеобщего воскресения. То есть эта доктрина, она всё-таки, ну, может быть, на уровне рядовых верующих, которые они все осознавали, она присутствует. То есть осудили ожидание тысячелетнего царства, но, в общем-то, воскресение мёртвых ожидается. Вы с этой логической... Нет, нет, я об этом, да, оно до сих пор уже ожидается, но спросите рядового христианина, и, скорее всего, он... Да, как бы... То есть если ему привилечь, так сказать, если ему озвучить вот этот тезис, что люди, которые сразу думают, что после смерти их души друтся на небо, являются еретиками, он скажет, оба-на, как это? Ну, вот я думаю тоже об образе рядового христианина, в кавычках. И я хотел ещё вас спросить как раз в связи с этим образом. Вот я, читая вашу книгу, испытывал огромное удовольствие, даже не соглашаясь там со многими тезисами, как вы описываете захват храма, например, после входа Иисуса Христа в Иерусалим, насколько вы изящно вот, например, работаете с источниками от одной из статусов к другой. И вот я в это время подумал. То есть для того, чтобы такой кайф словить от вашей книги, нужно знать источники и видеть, как вы работаете с ними. А если человек не знает этих источников, то есть для него он всё впервые, вот о самом въезде Иисуса в Иерусалим узнает впервые, раньше не думая, что это верное воскресенье, такой человек испытает тот же кайф или нет. Вот я в том же самом университете думал про Малиния Данила Заточника, который такой постмодернистский микс из библейских цитат. Вот ваш образ читателя, когда вы писали, о каком читателе вы думали? То есть о рядовом христианине, о рядовом нехристианине, о человеке, который имеет этот бэкграунд. То есть образ читателя, который был перед вашими глазами. Или он менялся по поводу писания книги? Вы знаете, я постфактум всегда задумываюсь. Я могу сказать, что я всегда стараюсь писать максимально простыми словами, максимально сложные вещи. Вот и эта книга, и моя следующая книга, и я их очень много переписывала, и вот я сейчас переписываю как раз следующую книгу, которая будет как раз про гностическое христианство. Ты немного слопал, да? Нет, нет, нет. Это будет много томов, да? Да, но понимаете, дело в том, что просто изначально книга, она не уместилась в один том и стала расти, 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 и посмотрим, что будет. И, конечно, 90% того, что я добиваюсь, потому что очень легко написать сложные вещи сложно. Вот мы только что с вами рассуждали, да, о маркианитах, бордосанитах, манекеях, кукитах, Назареях, и вионитах, и ильхасаитах. Сложно об этом написать? Очень просто. Вот я хочу об этом написать так, чтобы у человека рот раскрылся. Он даже если не все названия запомнил, он картину бы понял, он вдруг бы понял, что история о том, что за пределами Римской империи существовало гигантское количество арамейско-говорящих христианств, говорящих на том же языке, на котором говорил Иисус, даже их нельзя назвать христианами, потому что их, точнее, как раз их лучше называть святыми, праведниками, Назареями и так далее. А их правильно называть, как ни странно, евреями, потому что многие из них продолжали быть евреями и себя считали евреями. Они других евреев считали какими-то козлами, которые неправильно верили, а себя они считали евреями. И чтобы он понял, да, этого было так много, а что же, значит, нам вот это деяние апостолов пишут про Римскую империю? Какой апостол Павел? И когда этот человек бы сразу понял, самый-самый простой вопрос. Если Иисус был маленький проповедник, никому неизвестный, чего это апостол Павел, который был человек довольно сложный, тоже, кстати, мистически настроенный, чего это он взялся переводить Иисуса на греческий язык, почему он не объявил Христом себя? Кстати, на самом деле, ответ такой, что Павел объявлял Христом себя, но это мы оставим на следующий раз. Потому что, естественно, уже это одно свидетельствует о том, что Павел работал не с неизвестным источником. Вы пишете сиквелы только к блокбастерам. Вы не пишете сиквелы к роману Васи Пупкина, о котором никто не знает. И Павел перетолковывал Иисуса, переводил её на греческий язык и, самое главное, извращал с точки зрения Зелота его месседж, ровно потому, что этот месседж звучал в империи, но утюгов ещё не было. Но будем считать, что из каждого утюга, где была Синабока. А Иисуса в виде канонических Евангелий, которые ещё и не были составлены, а в виде логики, вы имеете в виду? Потому что сам Павел-то говорит про Евангелие, но для него это весть о смерти. Нет, для него это просто благая весть. 15 главе 1-й послания Корректором. Нет, ну, понимаете, значит, мы сейчас уйдём в другую сторону. Да, пожалуйста, мы говорим о том, потому что если мы начнём говорить о том, как и когда написано Евангелие... Почему в Деянии говорится только по Римской империи? Да, вот просто я отвечу, может, можно это потом выкинуть. Да, про Евангелие тут не надо недооценивать, что действительно это абсолютно уникальный литературный жанр, который, видимо, был открыт Марком. То есть мы должны понимать, что никаких прото-евангелий нету. Да, что мы нигде не найдём на армейском языке текста, который будет там прото-текстом Марка, только с немножко другими вещами. Марк – это последователь апостола Павла. Мы это совершенно очевидно видим из его текста. Марк... Что это так? Да, хотя его называют переводчиком Петра, это враньё там. Просто видно, что это... То есть вы с Павлом связываете его? Ну, я вам приведу простой пример. В Евангелии от Марка, во-первых, все апостолы Иисуса выставлены абсолютными идиотами. Они Иисуса всё время не понимают. Не понимают. Это мессианская тайна, скрывается... Нет, они не просто не понимают. И это камень в огород реальных апостолов Иисуса и плюс Павлу, который типа... А вот Павел, который Иисуса не видел при жизни, он его понимал. В Евангелии от Марка семья Иисуса выставлена не то, что абсолютными идиотами, а людьми, которые не признают Иисуса и не понимают его. Что является кардинальной разницей с реальным положением дел, потому что реальное положение дел заключалось в том, что, как я уже сказала, в течение последующих 30 лет церковью, движением, во главе которого стоял Иисус, руководил его брат, которого звали Иаков Праведник, Иаков Цадок, так же, как основатель четвёртой секты. Видимо, это было такое частое прозвище. На этого прекрасного человека сбросили со стены храма в 62-м году. Этот человек не ел мяса, не пил вина, не мылся, не стригся, претендовал на статус первосвященника иудеев. И помимо того, что у нас сохранился о том, рассказ Иосифа Флавия о том, в какой страшной, в которую страшную панику поверг элиту города казни Иакова Праведника, и что она вызвала оживление сикариев необычайное. А у нас есть текст, который был вычеркнут из Иосифа Флавия, но остался нам в некоторых, остался нам в пересказе и все веки Сарийского, в котором прямо написано, что Флавием, что иудейская война произошла в отмщении или изместие, там трелено слово икесис, за смерть Иакова Праведника. То есть мы не знаем, кем был мирный Иисус, но вот его брат руководил, созданный общином 30 лет, а когда его грохнули, и после этого его приближённые развязали иудейскую войну изместия. А это не может быть отомщение божественное, или отсюда? Вы знаете, в том-то и дело, Евсей Викисарийский пытался это дело представить как то, что это божественное отомщение. Но мы прекрасно понимаем, что Иосиф Флавий не мог написать, что война родилась в отомщении за то, что грохнули какого-то сектанта. Мы прекрасно понимаем, что Иосиф Флавий имел в виду именно слово «месть». Я поэтому специально сказала, что есть два перевода, у нас там два возможности трактования этого слова. И Евсей Викторий то с дуру привёл нам этот текст, потому что он надеялся на как бы божественное трактование. А более умные люди, чем Евсей Викторий, прочли, схватились за голову и просто вычеркнули его, потому что они поняли, что, ну как, рассказано, из-за чего началась Иудейская война. Так вот, да, мы возвращаемся к Евангелии от Марка. И я обращаю вас на третий. Да, так вот, Евангелие от Марка, да, никакого якова праведника нету. То есть там упоминаются братья Иисуса, и упоминаются, что они козлы, и что они Иисуса не понимали. И третий, очень замечательный момент. Помните, апостол Павел в послании Коринфина рассказывает, как надо причащаться. Он говорит, что причащаться надо кровью Христовой и телом Христовым. И говорит, что я от самого Господа перенял то, что я поведал вам. Что вот в эту ночь Господь разломил хлеб, дал вино, и значит, стоп. Апостол Павел, который никогда в жизни не видел Иисуса, встретился с ним где-то на третьем небе. По его собственному утверждению, там ему Иисус рассказал, что надо причащаться вином и хлебом. А ни на кого из прижизненных апостолов Павла, ни прижизненных апостолов Иисуса, Павел не ссылается. Он ссылается на свой собственный мистический экспириенс. А то же самое происходит у Марка. Вернее, Марк следует в данном случае Павлу. Он нам рассказывает, что Иисус во время Тайной Вечери разломил, дал вино, разломил хлеб, сказал, все кровь моя, все плоть моя. Мы знаем, что огромное количество христианских общин, в основном и у действующих, вина не пили. Они не ели еще и мясо, но главным образом не пили вина. причащались водой. Мы знаем, что были другие варианты причастия. Например, община последователей Иоанна вообще не считала, что произошло какое-то причастие во время Тайной Вечери. В Деяниях Иоанна рассказывается, что во время Тайной Вечери Иисус научил своих последователей мистическому танцу. Они встали в круг, запели, значит, в этот момент пришли в экстаз. Это, видимо, была такая мистическая пляска, исступленная, которая позволяла им приобщаться к Богу. Ну, Евангелие Иоанна как раз говорит о причастии. Нет, Евангелие Иоанна на Тайной Вечери тоже на Тайной Вечери там нету причастия, там Иисус моет ноги ученикам. А Деяния Иоанна это другая немножко история. Это... Я вижу, что Евангелие Иоанна нам дает влево чашку. Да, нет, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. В Евангелие Иоанна если я ничего не путаю, я могу сейчас перепутать, но на последней, на Тайной Вечери он моет ученикам ноги. Давайте просто проверим, кто из нас... Я сейчас тоже должен уследиться, а сейчас мы посмотрим. Я не могу сказать, что это... поскольку мы не в прямом эфире... это... ... не в ... ... Продолжение следует... Перед праздником вас, Иисус, озная, что пришел час его прийти от мира сего к Отцу, явил делом, что возлюбив всех сущих в мире, до конца возлюбил их. Встал с вечерей, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воду в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Я, если честно, не помню, чтобы там дальше было что-то про причастие. Он дает хлеб, но хлебе, который он обмакнул, не ясно. Да, то есть я вам обращаю внимание, что традиция, связанная с Иоанном, она была другая. Но, конечно, дело в том, что мы сейчас не будем спорить, кто написал Евангелие от Иоанна. Написал ее пресвитер Гай Тфу, написал его мистик, Господи, написал ее гностик Кирин, или нет? Я хотел спросить, я в связи с утешителем Минахима, то есть немаловажный вопрос. Ой, можно мы все-таки докончим про Евангелие от Марка, потому что мы не докончили. Да, вот Евангелие от Марка нам твердо рассказывает, что Иисус дал хлеб и вино и сказал, что это причастие. Как я уже только что сказала, традиция, связанная с Иоанном, это другая традиция. Например, в Деянии Хана мы видим экстатическую пляску. Традиция, связанная с некоторыми другими апостолами, прежде всего с Иаковым праведником, это тоже другая традиция, потому что Иаков праведник у нас не ел ничего, вина не ел, вина не пил, мясо не ел. У нас существовал ритуал причастия водой, существовал в огромном количестве разновидностей христианств. И римская церковь с ним боролась, скажем, в Африке еще в третьем веке. То есть у меня лично такое ощущение, что поскольку апостол Павел был человек, который был не дурак пожить, и винишко, видимо, любил, он сказал, да, вот вы знаете, там сам Иисус велел, это кровь его. А другие более аскетические разновидности христианства об этом, мягко говоря, не знают. А тот факт, что Евангелие от Марка рассказывает историю про Иисуса, который на последней вечере попил винишко и дал это винишко своим последователям, однозначно характеризует Евангелие от Марка как текст, который написан последователем Павла. И это абсолютно фантастический текст, потому что это первый текст в истории христианства, который рассказывает историю Иисуса как увлекательный сюжет. Потому что, суть по всему, до этого таких увлекательных сюжетов просто не было. Были различные изречения Иисуса. Гностика в жизни Иисуса вообще не очень интересовала, как их не очень интересовала, скажем, биография джинс или рубашки, потому что Иисус это был просто какая-то шкурка, которую Всемирный Дух Христос на себя надел. И вошел в него, как он потом входил в стилагностиков. И в этом смысле текст, который создал Марк, это абсолютно уникальный текст, который потом многократно пересказывали с другими различными идеологическими содержаниями. Его пересказывали по-другому Матвей, его пересказывал по-другому Лука, его пересказывал по-другому Евангелие от Петра, к которому до нас дошли только куски, его пересказывал по-другому Евангелие от евреев. Но всё это пошло, конечно, с Марка, и, конечно, это был текст человека, который был последователем Павла. А Матфей? Был ли он последователем Павла с его еврейским началом, очень сильным обращённым? Конечно, Матфей явно не последователь Павла, он где-то рядом. Лука тоже последователь Павла. Совершенно ясно, что Евангелие от евреев, хотя мы немного о нём знаем, мы знаем, что оно точно не было написано последователем Павла, потому что мы знаем двое очень важные истории о Евангелии от евреев. Мы знаем, что в Евангелии от евреев говорилось, кому Иисус пришёл первому после смерти, физически воскресший, и говорилось, что это был как раз Иаков праведник. Очевидно, это было Евангелие, которое совершенно точно помнило о преемственности в ранней организации, которая была в организации последователя Иисуса. И мы знаем ещё одну очень интересную вещь про Евангелие от евреев. Мы знаем, что в этом Евангелии Иисус называл своей матерью Руах, Святой Дух. Я напомню, что слово, которое по-русски звучит «Святой Дух», и по-гречески звучит как «Пневма». То есть у нас Дух мужского рода, Пневма среднего рода. Да, значит, вот эта вот троица, последующая греческая, Бог-Отец, Бог-Сын и Дух Святой, она связана исключительно нетрадиционными сексуальными отношениями. В семье два мужика и один гермафродит. А значит, если мы взглянем на арамейский... Да, если мы взглянем на теорию вот этого женского и мужского вбогия, с учётом того, что Руах – это женский род. Да, да, конечно. И с учётом того, что на арамейском и на иврите Руах – это душа, ну, нам проще, знаете, по-русски давайте будем говорить духовность, чтобы у нас были соблюдены правила грамотства. Да, то у нас тогда всё нормально. У нас Бог-Отец, Мать-Духовность и Сын их Иисус Христос. И то, что в Евангелии от евреев Иисус называет своей матерью Руах, то есть духовность, и говорит, что она подняла его за волосы и перенесла на гору Фавор. Это опять нас сталкивает с очень неприятной для позднего христианства проблемой. Мы, очевидно, имеем Евангелие, которое лучше понимает, как была устроена ранее христианская община. Она помнит про Якова-Праведника. Но это Евангелие опять является гностическим или протагностическим, потому что оно говорит, что у Иисуса была мать, которая не была земной, а у Иисуса была мать, святая духовность. И более того, если мы посмотрим на Евангелие от Марка внимательно, мы опять обнаружим очень неприятный факт, который заключается в том, что биография Иисуса в Евангелии от Марка начинается с того момента, когда его крестит Иоанн, и на него снисходит, соответственно, Святой Дух. То есть, опять же, в первоисточнике святая Руах. Да, но если он сходит, мы ведь мотив схождения Духа – это классический мессианский мотив Ветхого Завета. У Исаии мы это видим. Там Дух Господень говорит во мне, он помазал меня. Почему Дух должен быть мать? Обратите внимание, никогда вас… Если я не ошибаюсь, в самой Торе, ну, в Торе, в смысле, в Пяти книжах Моисея, нет словосочетания Святой Дух. Оно существует очень редко. Оно существует в некоторых пророческих книгах. По-моему, оно у Исаии существует. Именно это Руах Акодыш. Да, именно Руах Акодыш. Если вы обратите внимание… Вот как раз Дух Господень… Да, просто Руах Акодыш постоянно существует в Кумране. И это именно в этом значении. Там частица Бога, которая снисходит на человека и делает его святым. Но Руах Акодыш постоянно существует в Кумране. Да, иш ашер в Руах Илохим. Муж, в котором Дух Господень. Вот это, да, там, вот сейчас я процитировала, по-моему, первая глава Бытия. Да, это даже фараон говорит про Иосифа. Да, он говорит. Упать на Иисуса сходит просто Дух. Не Дух Святой. Без разницы. Руах на Него сходит. Да, Руах. Да, причём она сходит не на него, она вообще-то… Она сходит… Там употреблён предлог «эйс». Там, скорее, она сходит «в», если правильно переводить грамматически. И это показывает, что это… То есть именно поэтому очень многие гностики использовали «Евангелие от Марка», видимо, по правильному назначению. То есть, скорее всего, «Евангелие от Марка» тоже отображает вот эту очень раннюю картину. Согласно которой был человек по имени Иисус. Вот как в него, значит, вот в этот мешок с костями вот это сошло, так он и стал творить чудеса. А после, до этого он чудеса не творил, а как на него из крестей эта штука вышла, да вот это вот такая гностическая, я бы сказала, теология, такая дьюарова сосуда. То есть вот этот человек был специально приспособлен для того, чтобы, значит, в него сходила духовность Божия, духовность святая, а как бы другие, другие менее были приспособлены. Если Марк был учеником Павла, если действительно в внимание к еврейской традиции у Марка иничтожено по сравнению с Матфеем тем же, зачем ему эта еврейская гностическая мифология? Так в том-то я и говорю, что дело, что мы… Мы… Вот обратите внимание, что даже канонические Евангелия, четыре канонических Евангелия, они на самом деле представляют собой очень разные варианты христологии, которые за исключением христологии Луки не являются каноническими. Они все как бы очень-очень с точки зрения позднейшей церкви подозрительные. Матфей – еврей, Марк – гностик, Иоанн, ну, от него тоже гностицизмом висёт за версту, да, только один Лука на самом деле выдерживает, как бы проходит тест на ортодоксальность. И даже это показывает, насколько поздно появились ортодоксы и насколько разнообразно с самого начала было христианство. И вот это вот бесконечное разнообразие вариантов, оно нас лишний раз напоминает о том, что, ну, если у вас есть такое генетическое разнообразие, у вас не было маленького ручка вначале, у вас с самого начала была достаточно большая история, которая развалилась на массу конкурирующих вещей. Да, то есть в этом смысле, конечно, о большой христианской общине вы должны говорить. И вы, если возвращаться к вопросу про книгу, вы хотите о ромеоязычной общине, о ромеоязычным общинам посвятить второй том? Нет, ни в коем случае не о ромеоязычным, да, потому что просто гностическим, потому что гностики были как и на греческом говорили, так и на арамейском. Просто как раз церковь в основном боролась с гностиками, говорящими на греческом. Поэтому у нас есть перекос в сознании, когда мы считаем какого-нибудь Иринея Леонского, что вот, значит, гностики были те глупые люди, которые жили во втором веке, да, последователи Валентиниана и прочее, и прочее, и какого-нибудь Сатурнила, которые вот-вот придумали массу греко-говорящих глупостей, и это не имело никакого отношения к исконному христианству. А у нас есть большая проблема, что у нас, во-первых, есть масса разновидностей гностицизма, они все очень разные. И это, в общем-то, то, что мы видим, что истоки гностицизма, они были связаны именно с иудейскими корнями этой религии. И они были связаны именно с воинственным миллионоризмом. Это была трансформация воинственного миллионоризма. А если вы в ходе вашей работы найдете новые источники, которые дополняют или меняют вашу картину в ресурсе, вы будете делать второе издание или переписывать книгу, делать гемару к ней дополнения? Слушайте, во-первых, я примерно так и делаю, если бы вы знали, как моя ранняя... Ведь эта книга же, значит, когда это лет 10 назад начиналась, это была вообще книга о гибели Римской империи. Просто оно как-то мутировало в процессе. То есть это была книга об империи, даже не об Иисусе, значит? Да, да. Оно стало дико мутировать в процессе. И если бы вы знали, на сколько вещей я поменяла свою точку зрения, иногда она прямо противоположна. То есть, конечно, когда эта книга начиналась... Потому что, например, эта книга в своей первой редакции начиналась в первом веке до нашей эры. А сейчас она начинается примерно так. Вот разные идиоты начинают со слов в первом веке до нашей эры. А это абсолютно глупо, потому что это как начинать смотреть сериал с четвертого сезона, потому что если мы начинаем историю с христианства с первого века нашей эры, простите, да, то мы упустим вот самую ту существенную страту, без которой мы не можем объяснить правильно некоторых вещей. Это домонотеистический иудаизм, который сохранялся в каких-то, да, около неортодоксальных кругах и который парадоксальным образом воскрес в иудейском миленоризме второго и первого века до нашей эры и дальше трансформировался в учение той секты, которую мы обсуждаем. Вот если вы заметите... Несколько веков начала истории. Да, она должна, эта история должна начинаться с 1200 года до нашей эры, когда возникают на земле Ханаана первые еврейские поселения. А вот, собственно, моя книга, если вы заметили, она темой отличается, что я приняла решение, достаточно невыгодное для себя. Вместо того, чтобы начинать брать быка разорока и начинать с истории Иисуса, я начинаю с Моисея и с образования иудейского монотеизма, которая является абсолютно фантастической вещью и безумно интересной. Но, во-первых, я не являюсь в ней специалистом, хотя, на мой взгляд, это гораздо даже более интересная история, чем история появления христианства. И я вынуждена очень коротко пересказывать некоторые очень важные вещи. Но я понимаю, что без них читатель просто не поймет, что я хочу сказать. Ну да, здесь вы очень многое сделали для того, чтобы вообще эта концепция стала известной. То есть, в общем-то, есть, наверное, русскоязычный источник, который сейчас подробно излагает, православная энциклопедия. Вы как-то упоминали про нее, что вот там даже знают документальную гипотезу. На самом деле, там написали статьи специалисты, которые этим занимаются. Вот Селезнев и Тищенко – это два главнейших специалиста в этом направлении. И они до начала двухтысячной гипотезы отражают. Но вот чтобы это было так увлекательно сделано, вот эта классическая документальная гипотеза, это, пожалуй, ваша заслуга других таких вот примеров такого изложения цепляющего. Я не знаю. Спасибо. Я постараюсь как-нибудь написать отдельный том, который будет весь посвящен документальной гипотезе. и постараюсь это изложить так же увлекательно. Потому что, опять же, да, забегая, мы же понимаем, что на самом деле документальная гипотеза, она с одной стороны очень справедлива, а с другой стороны, вы когда-нибудь задумывались, а как это физически происходило? Да, конечно. Вот мы имеем принцип... Поэтому они отказались уже даже от некоторых источников. Думаю, что это дополнение к жреческому кодексу из преданий разных. Нет, это, конечно, не дополнение. Теоретично, кто-то написал Тару, где он очень радикальную гипотезу излагает, не менее радикальную, наверное, чем ваша книга по Иисусе. Но он там дает обзор современных концепций, и как раз для него только жреческий кодекс единственная бесспорная реальность, в которой в виде документа это существовало. Я бы сказала так. Для меня единственная бесспорная реальность – это яхнест. Я, конечно, если вы обратите внимание, если вы перечтете жреческий кодекс, отдельно выделите, вы не составите себе никакого представления об истории евреев связанного. Если вы отдельно прочтете «Иллохист», вы тоже не составите себе связанного представления об истории евреев. Если вы прочтете отдельно Яхвест, то у вас будет полностью весь сюжет, история, все от начала мира до смерти Моисея. У вас будет вся история, но вы потеряете некоторые абертоны, вроде там, я не знаю, вроде, условно говоря, того, как Авраама, вы не вспомните, что Авраам отдавал свою жену царю Авемериху, а вы будете знать только историю Авраама и фараона и Саву. Но это вас не сильно... Но я думаю, что просто, знаете, если мы будем говорить о Торе и о Яхвесте, то я думаю, что это просто должна быть отдельный рассказ. То есть уже третий том, видимо, из двойного собрания. Нет, слушайте, это нам просто придется вычеркнуть, но давайте можем отдельно поговорить о том, как делалась Тора. Потому что, на самом деле, она, конечно, делалась так. Взяли Яхвест, потом добавили к нему и Лохист, потому что вычеркнули... А? А, алло? А, алло? А что у вас вырубилось? А, ну у нас же периодически... А, этот не вырубился? Нет, тут я уже переключала несколько раз, это сейчас первый раз. Вот я на фонаре получилась. Алло? Алло, да, теперь слышу, надеюсь, сейчас... Да. Слушайте, ну мы как-то это самое... Просто можно позвонить и поговорить... Хорошее название, как делала Стора. Прямо в таком виде, мне кажется, ты можешь подключать. Да. Окей. Здорово. Я не был бы счастлив просто вот об этом. Да, нет, тем более, что с вами очень приятно говорить, потому что, конечно, не каждый человек, значит, скажет руах, а кодуш, да, и будет знать, что это значит. Вот. Ну, я смотрю, вы очень серьезно занимаетесь как раз тем, чем я совершенно не занималась, потому что вот этот византийский мистицизм, я просто несколько раз действительно обращала внимание, что очень многое из того, что писалось вот в Эдессе и Месопотамии и вообще связано там с монофизитами, с несторием и так далее, что все это подозрительно напоминает некоторые кусочки из того, с чем боролась церковь, и потом она как-то пустила. Вот, но внимательно я этим не занималась, ровно потому что меня интересовали события, которые происходили на 6-7 веков раньше. Вот, с того момента... Видимо, действительно, как вы начали вашу книгу с первого сезона, и здесь тоже стоит начинать гораздо раньше. И вот уже, думаю, вы должны бы подводить к концу наше интервью. Да, мы точно должны, у нас все это не влезет, и я думаю, бедный читатель, да, когда он тут услышал столько нового. Я думаю, мы читатели сделаем более короткий текст, а наше интервью можем поделить на две части, чтобы это было удобно смотреть. А вот с сирийским христианством я хотел спросить вас про один источник, я, собственно, об этом думал, когда спросил, вот когда вы будете заниматься этим, если появятся тексты, которые взгляд меняют. Сейчас, одну секунду, Даш, Даш. Геннадий Барсерапиона, своему сыну, у вас встречался этот текст, которым, он считается наряду с теми свидетельствами, которые вы рассматриваете нехристианскими, ранним нехристианским свидетельством об Иисусе, написанным между 70-м и 100-м годом новой эры, сирийский текст, которым автор говорит, что вот греки отвергли Сократа и были наказаны, жители Самоса отвергли Пифагора и погрязли в запущих песках. А евреи отвергли своего мудрого царя, и Иерусалим был разрушен. Причем разрушение Иерусалима соотносится с зубучием песками, то есть именно с божественным наказанием. При этом автор язычник, очевидно. Вот такой текст нехристианский еще раз. Не-не-не, во-первых, я смутно помню этот текст к своему стыду, да. Естественно, я его читала. Я помню, что он как-то мне... Но мне... Вот сейчас я буду плавать, потому что, с одной стороны, я этот текст помню, более того, я помню, даже порой о нем каких-то статей читала. Но все эти статьи относились к этому тексту крайне скептически, потому что, ну, извините, текст язычника, который рассказывает, что вот тут как евреи плохо обошлись с Христом, он сам по себе выглядит неубедительно уже потому, что, как я уже сказала, вот в этих местах множество евреев считало, что они являются последователями Христа, и множество евреев было последователями Христа. В общем, что-то в этом тексте там крайне не так, но до конца деталей я вам не помню, потому что вот еще раз... Вот еще... Он совершенно точно не первого века, он где-то, я читала, что он там типа третьего или четвертого, но это, понимаете, к сожалению, таких вот текстов было довольно много в истории христианства, когда пишутся совершенно удивительные фальшивки, затем там переписки Сеники с апостолом Павлом. Да, или истории про то, кстати, она как раз распространялась в этих сирийских кругах, о том, как жена императора Клавдия искала труп Христа и с помощью найденного их Христа совершала чудеса. В общем, жена императора Клавдия вряд ли была осветом вина этих своих подвигов. Здесь, мне кажется, Себастин Бурок считает его подлинным, такой самый авторитетный сиролог, наверное, нашего времени. Ну, то есть, наверное, это тема достойного рассмотрения как раз. Мне стыдно, потому что я, еще раз, вот этот текст у меня совершенно вылетел из ряда моего рассмотрения, хотя я помню, что я его читала, он такой небольшой, очень... Как-то он мне показался из разряда доклада Понтия Пилата, это самое, императору Теодору. Здесь, да, большая литература сейчас, наверное, в этом... Единственное, он, конечно, напоминает про своих богов, этот автор. То есть, возникает впечатление, что он был знаком с христианскими общинами, знал эту версию. Ну, как бы, Константин, он не такой, но при этом он язычник. Слушайте, стыдно. На самом деле это продел, что я помню. Я хотел еще про другого утерфеля спросить, потому что меня очень... Опять же, возвращаясь к позднему, к позднему арамейскому христианству, в восьмом веке великость Тимотеус должен был спорить с халифом Аль-Махди, доказывать, давать ему исповедание своей веры, говорить, что он думает про ислам. Если он халифу скажет, что это не то, понятна его судьба. При этом он патриарх, он не может отказаться от своей веры. Вот его собеседование, которое Николай Николаевич Шелезнев перевел на русский язык, блестящий пример такого диалога межрелигиозного, которому арабы волей-неволей всех принудили. Итак, ему спрашивает халиф, вот Иисус уже сказал, придет другой утешитель, параклет. Это же явно Мухаммед, явно он пришествие Мухаммеда предсказал. И Тимотеус из памяти приводит десятки цитат, где доказывает, что такие-то не Мухаммед, что вот утешитель принес мир, а Мухаммед не принес. В общем, очень смело он это делает. И я опять следующее с Минахемом Бен-Яхуда, думаю, по этому поводу. То есть Минахем – это значит утешитель. Но помимо сходства в переводе, какие у нас основания, считай, что Иисус говорил о нем, тем более, что в современной библистике к Евангелии от Иоанна в плане псиссима верба, подлинных слов Иисуса, отношение скептическое, что Иоанн такой богословствующий автор, и искать достоверных слов, сказанных по-арамейски, не приходится. Вы знаете, ну, во-первых, это не только Евангелие от Иоанна. Я вам напоминаю, что утешителем объявил себя Мани, пророк Мани. Это очень интересно, потому что я говорила, что он происходил из Альхасаидской общины, из общественных иудействующих христиан. И стало быть, в этой общине сохранялась две истории. История про близнеца, потому что Мани говорил, что у него есть близнец, этот близнец Христос. И Мани говорил, что это он есть утешитель, Минахин. То есть мы видим, что эта история сохранялась не только у Иоанна. У Иоанн действительно абсолютно недостоверный источник в этом смысле. Но она сохранялась в иудейских мистических кругах. То есть у нас резко возрастает вероятность не того, что это Иисус говорил, а того, что эта цитата приписывалась Иисусу достаточно рано. Потому что она сохранялась, как я уже сказала, мы можем предполагать, что она сохранялась в иудейской традиции. Естественно, если бы у нас просто была история о том, что Иисус в Евангелии от Иоанна сказал, что придет какой-то утешитель, который он придет, пошлет во имя мое. И потом пришел какой-то чувак, которого звали Минахим. И он был страшным мессией Сикариев, который, собственно, и начал иудейскую войну. И просто ему так не повезло, что его буквально в первом акте зарезали, и после этого маньян, соответственно, больше не слышал. То это, конечно, было бы очень слабая возможность отождествления. Если бы это была единственная опорная точка. Но у нас просто есть несколько других опорных точек, которые позволяют нам расценивать это высказывание как вполне возможное пророчество, которое вложено в уста Иисуса задним числом, которое как раз вложено в него где-нибудь достаточно поздно, как раз перед иудейской войной, как раз после того, как Минахим стал главой септы. Потому что мы, например, имеем свидетельство Гигесипа о том, что после войны, то есть мы не имеем, опять же, свидетельство Гигесипа, мы имеем свидетельство Ивсевия Ксарийского, который пересказывает Гигесипа. Я бы дорого отдала за то, чтобы прочесть оригинал Гигесипа, потому что это был человек-еврей, это был человек, который писал во Втором веке, который, судя по всему, в Номчона говорил, что потом было неудобно для последующего христианства. Но тем не менее, значит, из вещей, которые нам пересказывает Евсевий Ксарийский, он упоминает, что Веспасиан после Иудейской войны преследовал родственников Иисуса, и то же самое делал Домициан, и то же самое делал Троян. И, естественно, мы должны сказать, как стоп, после Иудейской войны, Веспасиан должен был преследовать родственников Мессии и Минахима, а они, оказывается, оказались родственниками Иисуса. Странно? Странно. Мы имеем, да, массу других историй, но, например, конечно, мне кажется, абсолютно недоцененная история, это Беркат Аменим, проклятие еретикам, которое было принято фарисеями в Явне, сразу после Иудейской войны, потому что это было проклятием на иудействующих христианах. Ну, точнее, если говорить, это, конечно, было проклятие тем, кто исповедовал сложную теологию двух властей в небе, согласно которой был Верховный Бог и был вот его исполнительный директор на Земле в лице... Мы видим по Талмуду, что под Минин, как правило, в 99 случаях имеются иудействующие христиане. Мы просто видим в других историях... Да, то есть я имею в виду концепцию двух властей, а это может быть в Матвеевной версии, например, с какими-то знаемыми издеяниями тоже, которые входят в храм христианин. Так вот, да, естественно, возникает вопрос. Стоп. После иудейской войны фарисеев была одна главная задача. Задача – отвлечься от страшных зелотов, сикариев, ниже бирьяним, как они называются в Талмуде. Какого черта они вместо этого стали проклинать никому неизвестных, маленьких и мирных иудействующих христиан. И если мы посмотрим на причины этого, мы легко вдруг понимаем, что вот история Веспасиана, который преследовал потомков Давида, и история с проклятием в юне – это две стороны одной медали, потому что что могли, собственно, с точки зрения Торы иудеи предъявить восставшим? Но ответ ничего, потому что они должны были сказать, потому что восстание против римлян не было против иудейской религии. Да, собственно, да, это было вот прямо как сейчас джихад, да, это скорее была обязанность. То есть нельзя было проклясть бирьяним за то, что они подняли восстание. Это технически было невозможно с точки зрения иудейского закона. Зато можно было их проклясть за какие-то неправильные религиозные рассказывания. Вот, то есть, еще раз, если бы у нас была одна история про Минахима, и просто там Иисус сказал бы про Минахима, это бы ничего не значило. Но вот куча вот всех этих историй, там про Экова, праведника, которые сбросили в 62-м году, про Веспасиана, который преследовал родственников Иисуса, про фарисеев, которые почему-то приняли, прокляли сразу после войны и удействующих крестьян. Плюс, дает нам право поставить историю про Минахима в этот ряд, хотя я, естественно, согласна, что это как бы самая слабая из этих историй. У нее множество вариантов. Возможно, варианты, что были споры между иудействующими, даже вы считаете, что Матфей вообще находился в серии, тоже Двилом Паваде написано, но Ульга Хлутцев много приводит фактов в эту пользу. То есть в этом смысле без сущности Минахима можно было бы обойтись. Но в данном случае везде, конечно, мы имеем такие пазлы с недостающими звеньями, которые мы так или иначе собираем. Но вы собрали ваш пазл, если хочу к последнему вопросу прийти. Вы написали свою историю Иисуса, фактически свое свидетельство об Иисусе. Вот вы свою роль в этом видите как? Вот уже спрашивали вас про этномолога и бабочек, но мне кажется, это гораздо больше, чем в истории про бабочек. Это история, которая, мне кажется, за ней что-то глубокое и громоззренческое стоит. Ваша роль в отношении Иисуса. Да, мы сейчас не во времена Штрауса, который говорил, что изучение реконструкции исторического Иисуса или отвергание его бытия, это как вот все равно, что теория Копельника, это все рушит, все меняет, это громадные последствия. Мы сейчас живем в эпоху секулярную, там, пост, можно сказать, с вами Пелевина, постантихристианскую, но тем не менее, то, что вы делаете, это больше, чем попытка реконструкции. Как вы видите свою роль в этом? Первое, я никогда не задумалась, ну, я вам чуть, то есть, вернее, с одной стороны, не задумалась, когда пишу, с другой стороны, задумалась постфактум. Я думаю, что мне, как человеку, который начинал жизнь в Советском Союзе, всегда было интересно, как конструируется фейк-ньюс. Всегда было интересно, как конструируется, вот где-то в Талмуде сказано, что Бог создал мир дважды. Один раз он создал его, вот, грубо говоря, из атомов, а другой раз он создал его из букв еврейского алфавита. Вот меня всегда интересовала, вот эта сфера семиотики, которая очень двойственна, потому что, с одной стороны, человек очень часто этим злоупотребляет. Человек способен верить в самые невероятные враки. С другой стороны, именно эти враки позволяют человеку быть человеком и создавать крупные сообщества, потому что все крупные человеческие сообщества объединены идеями. Они, даже если самая простая идея под названием идея нации. Вот. И в этом смысле, конечно, история христианства, ну, согласитесь, это круто. Люди 2000 лет назад, да, у них был человек, который говорил, ребят, сейчас вы сядете на золотые троны, получите в сто раз более домов и овец, и братьев, и сестер, и вообще будет все офигительно. Этого человека вместо этого распяли, да, и говорил, что он будет уничтожать своих врагов огнем из своих уст. Этого человека вообще римляне распяли, сказали, да ты чего, да, вот, но сейчас. А его ученики сказали, да не, нифига, он сейчас снова придется, вернется снова и уничтожит врагов огнем из своих уст и посадит вас на золотые троны. Все это произошло 2000 лет назад, он с тех пор не вернулся. И с тех пор огромное количество человечества в это верят. По-моему, это очень круто. По-моему, очень интересно, как это было сделано. С Собцианом это не удалось, но пару веков прождала узкая группка, но и вы в книге много примеров приводите, но никому это не удалось, а скорее как существует. Да, вот как бы согласитесь, там месседж ислама гораздо более простой и неопровергаемый повседневным свидетельством, потому что ну как ведь все мы читаем тексты Нового Завета и всех них написано, что Иисус вернется вот-вот. Ну, кроме тех текстов, которые написаны уже позднее, которые начинают луковить и говорить там у Бога один день за тысячу лет и тысяча лет как один день, поэтому мы точно не знаем, когда это будет вот-вот с точки зрения Бога. А до этого все они, включая апостола Павла, его же прямо спрашивают, парень, а когда это будет? А он говорит, что ну вот те, которые умерли прежде нас, воскреснут, а за ними и мы, оставшиеся в живых, на облаках восхищены будем. Апостол Павел обращается две тысячи лет назад без малого к своей постре и говорит, все окей, мы, оставшиеся в живых, на облака восхищены будем. Слушайте, ну ни один политик так не кидал вообще со своими предвыборными обещаниями населения, а политик, срок политика там максимум пожизненный, а Высоса верит до сих пор. Интересно же, как это произошло. И, конечно, вот это та мистическая составляющая, потому что это не могло бы произойти, если бы в какой-то момент кто-то не сказал, не, ребят, все нормально, но все это ждет короны и венцы на облаках. И это был совершенно необыкновенный поворот, потому что я обращаю ваше внимание, что в язычестве люди богами не становились. Ну да, там были какие-то вот эти вот самые подземные царства, но они, в общем, не внушали большого кайфа. А люди иногда становились богами, если они там были заслуженные, как Активиана Августа, или если они родились от богов. А вот так вот, чтобы прямо там взойти на облако и сесть там или сиять лицо, это первый раз пообещали человечеству тогда, и этого не было в ортодоксальном иудаизме. Этого не было в ортодоксальном иудаизме, это не было в язычестве. И вот эта абсолютная гениальная история, что это будет на облаке, и ваши лица будут сиять, и вы сбросите свою смертную одежду, оденетесь в одежду славы. Обещание, что люди превратятся в бога, это очень круто. Да. Да, мистика как дедущая сила веры к христианству. И про непроисхождение из иудаизма вы сказали очень здорово. Своенаясь, опять же, ранняя работа Сергея Лёзова, но из него она была последней богословской работой «Непроисхождение христианства из иудаизма». Но здесь правосоговор без ортодоксального иудаизма. Вот этот акцент, неожиданно появившийся на мистике, как на той силе, которая, несмотря ни на что, позволила христианству стать мировой религией. Это очень интересное, вдохновляющее русского. Да, причем заметьте, что среди этих «несмотря ни на что» была такая замечательная вещь, которая называлась ортодоксальная церковь, которая, как я уже сказала, всей этой мистики очень боялась, потому что, с одной стороны, она на ней росла, а с другой стороны, как только приходили люди, которые говорили, я так говорю с Богом без всякого посредника и вообще могу стать новым Христом, то у нее случался родинчик, и она говорила, да нет, ты не новый Христос, а ты сатана и еретик. Окей, я думаю, что мы хорошо поговорили. И спасибо вам, потому что это был приятный разговор, это было не про это самое. Ну, в общем, я совершенно точно могу сказать, что ваше познание в области византийского богословия восьмого и девятого века значительно больше моих, потому что все мои познания на самом деле кончаются Эфесским. Ну, то есть мои познания в этой области кончаются Эфесским собором. Я вам очень благодарен, и я действительно мечтал, чтобы интервью с вами сложилось, исходя из, на основе фактологии, то есть чтобы взять какие-то вещи, хотя это как раз трудно, может быть, для восприятия. Вот, я думаю, что наш читатель, очень конкретное разобрать, что наш читатель, когда он услышал... То есть говорить о том, ради чего вы сделали, то есть говорить о книге, мне кажется, для автора интереснее даже, чем говорить о себе, хотя вот к вам много было вопросов, это тоже очень интересно. Очень хотелось, чтобы такое фактологическое составляющее появилось, потому что часто вокруг вашей книги дискуссии, но те, кто критикует вашу книгу, недостаточно вникают, те, кто хвалят, тоже не всегда могут вникнуть. Я счастлив, что такая беседа у нас произошла, спасибо вам огромное. Я буду мечтать о разговоре про Тору. Все отлично. Если... Да, если Ксения не придет в ужас, потому что скажет, так, а скажите, пожалуйста, вы двое хорошо поговорили, а что вы думаете о читателях СНОБа? Вы обвинялись мнениями о Яковисе Рукском и Маркианитах. Скажите, пожалуйста, нам-то с этого... Я думаю, что мы можем сделать такой light version в виде текста и как раз вопросы именно про вас, про ваши отношения, ваш путь можно будет оформить в виде текста. А дискуссию можно порезать на несколько частей и все равно пусть, ну, мне кажется, хорошо, что она будет. Все, кланяюсь. Отлично. Да. Все, до свидания. Да вот даже кошка устала. Да, до свидания. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...